Сегодня у нас в гостях Владимир Моисеевич Пудалов, один из ведущих сотрудников ФИАНа, ведущий специалист в области физики материалов. Я прошу прощения, меня телефон отвлекает, поэтому в области физики сильно коррелированных систем доктор физмат-наук, член-корреспондент РАН. Мне, Владимир Моисеевич, приятно сообщить, что недавно вы отметили замечательный юбилей. Мы желаем вам здоровья крепкого и неугасающего творческого потенциала. Мы с удовольствием готовы выслушать то, что вы нам расскажете. Спасибо большое за введение. И я так понимаю, что я могу начать. Да, да, Владимир Моисеевич. Также, о чем я хотел рассказать здесь на экране, деятельность экспериментальная, про которую я буду рассказывать, ведется вот в этом новом прекрасном здании, недавно построенном и нашпигованном аппаратурой. Он находится на территории кампуса ФИАНа. И, как вы понимаете, речь будет идти не о том, чтобы создать какой-то пуленепробиваемый материал, стекло, или сверхпрочный, или сверхтвердый авиационный материал. Нет. Речь будет идти о создании материалов с заданными электронными свойствами. И вот, что именно имеется в виду, об этом я и расскажу. Если у меня будет перелистываться. Так, оно. Вот, пошло. Значит, все это, все исследования проводятся при участии студентов, в частности физтеха. И для этого есть образовательная программа физика, сверхпроводимости и квантовых материалов. В ее рамках, в рамках этой программы ведутся лекции и работа со студентами, ну и научные исследования. А формально это на кафедре физики и технологии наноструктуры. Значит, вот что отличает эту комбинацию слов от похожих слов, которые вы можете найти во многих других центрах, лабораторий. Отличает нас то, что мы проводим полный цикл научных исследований. Начинают формулировки самой идеи, так сказать, хотелок, то, что мы бы хотели. Затем начинаются численные расчеты, структуры, свойств того материала, который мы хотим создать. Вот, кстати, здесь более подробно о том, как мы работаем. Ну а дальше начинают работать физики, физхимики, которые синтезируют с помощью современной аппаратуры, синтезируют новые материалы, выращивают кристаллы, проводят их характеризацию. Или физики, которые в сверхчистых комнатах наносят эпитоксиальные слои или пленки различных материалов, делают наноструктуры и подготавливают, в конце концов, то, что идет святая святых уже в лаборатории для исследования физических свойств. Вот здесь пример панорамы нескольких установок. На самом деле, это их большое количество, может быть, около трех десятков разных установок. Все они используют технику сильных магнитных полей, технику низких или сверхнизких температур. Ну, я, конечно, о всех не буду рассказывать. Вот сейчас я расскажу только о том, что здесь заключено в этот красненький прямоугольничек. Дело в том, что сейчас уже физика не такая, какая была даже 50-60 лет назад, но тем более 100 лет назад, когда экспериментатор сам придумал идею, строил установку, сам ее делал, запускал и так далее. Увы, эти времена прошли, установки усложнились, и мы работаем с техникой, которую делают уже большие специализированные коллективы, заводы и так далее. Вот есть эти две установки, о которых я хочу сказать. Они помогают понять, измерить и понять электронный спектр в материалах. Одна из них называется установка фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением. По-английски это ARPES. А вторая установка – это сверхвысоковакуумный низкотемпературный сканирующий туннельный микроскоп, который вот изображен здесь снизу. Обе установки довольно уникальны, но вот таких установок ARPES, наверное, в России, может быть, есть штуки три. Во всяком случае, гораздо меньше, чем необходимости и востребованности у них. Конечно, мы не можем проводить полностью все исследования только вот в рамках одного здания, лаборатории. Когда нам не хватает, например, яркости источника ультрафиолетового цвета или не хватает энергии фотонов, ну тогда мы едем на синхротроны в Англию, в Германию. Вот здесь изображен синхротрон Фросаки вблизи Рима. Ну там, по крайней мере, мы едем туда уже с пониманием того, с пониманием и с пониманием предварительных результатов, которые мы получили в лаборатории. Это гораздо более эффективно, чем ехать неизвестно с чем. Так вот, для тех, кто не знаком с электронами в металлах, наверное, это студенты третьего курса, я вот немножечко расскажу, так, чтобы ввести в курс дело. Если вы думаете про атомы, вы понимаете, что вокруг ядра имеется много оболочек электронов, есть внутренние электроны, которые сидят на глубоких уровнях энергии, ну и есть электроны внешних оболочек, которые обобщисляются, и вот они ответственны за проводимость. Значит, если мы хотим что-то узнать о свойствах электронных, мы должны воздействовать и посмотреть на отклик. Ну, например, мы посылаем квант ультрафиолетов, рентгеновский, в зависимости от того, какое возбуждение мы хотим совершить. Ну и мы, в конце концов, принимаем результат. Или вылетевший электрон, или произошедшие переходы внутри атома. В общем, стандартный способ понять свойства физического объекта, это воздействовать на него, ну и получить отклик. Ну, например, если вы хотите узнать прочность, вот, например, стекла, вы берете молоток и бьете по нему, узнаете, что оно хрупкое. Или там бьете по кусочку свинца, узнаете, что он пластичный. Можно, конечно, действовать и более умными способами. Вот, например, чтобы узнать электронные свойства, транспортные свойства материала, вы прикладываете ток, изучаете падение напряжения. Это делается не обязательно с помощью куска медного провода. Вот стандартные структуры, которые у нас делаются, исследуются субмикронных размеров. В общем, физика примерно такая же. Итак, вот электронные свойства твердых тел, о чем я буду говорить, они определяют целую, огромную совокупность явлений. Таких, как сверхпроводимость, магнетизм, ну, и применение их в электронике, спинтронике, квантовых вычислений. И, ну, не буду дальше перечислять. Большинство свойств определяется спектром. Электронный спектр – это зависимость энергии от импульса. И вот сейчас я буду говорить о том, как изучается свойство электронов вблизи поверхности и как изучаются локальные электронные свойства. Я, конечно, не буду говорить о том, как они рассчитываются. Этим занимаются профессионалы-теоретики. Но еще раз я напомню, как устроено твердое тело. В нем есть периодически расположенная решетка ионов, которая создает притягивающий потенциал. В этой решетке вокруг каждого иона имеются уровни энергии внутренних электронов и верхние уровни энергии обобщиствленные, которые отвечают за свободно распространяющиеся электроны, например, в металле. В результате вот такого действия возникают свободно распространяющиеся электронные волны. И тут мы должны, если вы не проходили квантовую механику, не знаю, на третьем курсе, вот немножечко вспомнить и представить себе воображение не такое уж здесь сложное. Понятно, что если мы хотим говорить про квантовую механику, квантовая механика – это волновая механика. Это не просто тот случай, когда появляется постоянная планка в формулах. Это квазиклассика, связанная с квантованием, размером квантования, квантованием уровня энергии. Волновая механика проявляется тогда, когда важны волновые свойства электронов. То есть когда на характерных размерах объекта, например, нашего образца, электроны сохраняют свою фазу и прослеживаются как хорошо определенные волны. Ну, здесь такой приведен пример того, как электроны. Вот эта электронная волна в зависимости от пространственной координаты. Электроны – это имеют малые энергии электроны в металлах. Я уже говорил, что это верхние электроны, они слабо связаны. Это низкая энергетическая физика, поэтому длина волны большая. Она гораздо больше, чем межатомные расстояния. И вот эти электронные волны, они почти похожи на плоские волны, но слегка модулированы остаточным потенциалом ионов, который, к тому же, еще и кранирован в огромной степени другими электронами. Ну, то есть то, что я сейчас рассказываю и рисую картинку, означает, что от сложнейшей задачи, в которой участвуют 10-21 степени электронов, 10-21 степени атомов, колебания фонона, колебания решетки, и все это взаимодействует, мы перешли к одной электронной задаче. Когда мы выделили один электрон, мы его рассматриваем как волну, и все остальное у нас будет рассматриваться как некоторое возмущение. Ну, то есть мы говорим о почти свободных электронах. От сложнейшей нерешаемой задачи мы перешли просто к задаче об одной частице. Конечно, за всякое упрощение надо расплачиваться, и вот при таком переходе, при таком упрощении, вместо настоящих электронов, которые были бы в вакууме, мы получаем квази-частицы, квази-электроны, у них такой же заряд, но у них другой закон дисперсии, то есть закон энергии от импульса, у них, например, другая эффективная масса, ну и так далее, другой же фактор, другая сжимаемость, и целая масса характеристик. Теперь электроны в вакууме, как и школьной физике, или из общей физики следует, они имеют простой параболический закон дисперсии, вот он здесь изображен, p квадрат делит на 2m, и электроны, как фермионы, они заполняют все состояния по энергии, если мы добавляем электроны в твердое тело, штуку за штукой, вот они заполняют все, вплоть до граничной энергии, которая называется энергия фен. Теперь, если мы рассматриваем электроны, которые движутся в периодической решетке, это был в вакууме, а теперь в периодической решетке, в кристалле, но надо, конечно, учитывать то, что электроны – это волны, длина волны у них сопоставима с расстоянием между атомами, поэтому будет происходить явление дифракции. В некоторых направлениях электроны будут отражаться конструктивно, в некоторых они не могут отражаться, им запрещено. Ну, в общем, имеется полная аналогия с фотонами. Здесь импульс, волновое число, вернее, k – это 2,5 делить на лянда, то же самое для электронов, вот, и волновое число k – это умноженное на h-бар, это нормальный кинематический импульс электронов. Ну, а энергия, понятно, h квадрат делить на 2м лямда квадрат, или p квадрат делить на 2м, это все равно. Так, теперь то, что я сказал, вот это была одномерная картинка, то же самое можно нарисовать и для трехмерного звердого тела, когда электроны, которые мы насыпаем в кристалл, они заполняются состоянием внутри вот этой сферы, вплоть до граничной энергии, которая называется вот энергия фермы. Это все просто, если у нас мало электронов, и если все симметрично, изотропно. Ну, в конце концов, вот даже здесь, на этом примере, мы понимаем, что из-за явления дифракции в некоторых направлениях электроны запрещено, они гасят друг друга электронные волны, поэтому возникают разрывы. Ясно, что разрывы в спектре возникнут там, где длина волны электрона будет сопоставима с межатонным расстоянием, или волновой вектор будет сопоставим с обратной постоянной решетки. В общем, тут вы должны стандартно применить уравнение Швёдингера, провести вычисление поправки второго порядка, и вы увидите, что вот здесь имеется разрыв. Разрыв в энергии, который просто говорит о том, какой силы эта плоскость, насколько сильно она отражает электроны, сильно они с ней взаимодействуют или нет. Это обычная физика, в которой могут быть разные варианты. Ну, пусть будет, например, у нас простой случай, когда электронов мало на атом. Например, это какие-то легкие щелочные металлы, калий, натрий, цезий. Там один электрон на атом, поэтому о состоянии полных состояний в решетке их две штуки на атом, с учетом того, что спин может быть вверх-вниз. И поэтому энергия ферми далека от этих мест разрыва, и причин отличия от электронного вакуума никаких нет. Искажения вот этой поверхности ферми слабы, видите, она почти как мячик. И здесь, ну, ничего интересного нет. Эта физика была завершена когда-то, наверное, в 60-е годы прошлого столетия, 60-е, 70-е, так были восстановлены теоретически, экспериментально поверхности ферми для многих металлов, ну, и не только такие простые, но и более сложные. Другая ситуация, когда уровень ферми попадает прямо в щель, когда электронов больше, но эта щель может быть анизотропной, она может быть в одном направлении, энергия ферми попадает в щель, в другом направлении она попадает куда-то сюда, в результате возникает более сложная из-за энергетической поверхности, то есть поверхности ферми, вот они здесь, примеры изображены, это вот олова-4, мышьяк-3, такой полуметалл, ну, и вы понимаете, что задача становится более интересна. Итак, вот, в принципе, рассматривая возможность ситуации, могут быть, у нас может быть, например, однозонный металл, где энергия ферми пересекает вот только одну зону, это электронный металл, например, ну, электронный металл, так, это вот двузонный металл, в котором есть и дырочные носители и электронные носители, это ближе соответствует тому, что имеет место в Индии, в Свинце, в Олове, вот такие металлы, в которых больше электронов. Наконец, может быть полупроводник, в котором уровень ферми по всем направлениям попадает в щель, ну, вот это Германия, Кремний, и, наконец, изолятор, в котором щель большая. Ну, с точки зрения физики изолятор и полупроводник – это одно и то же, тем более, что если мы рассматриваем все это при низких температурах, в технике принято работать с полупроводниками, так их и обозначают. Значит, на самом деле это одно и то же. Итак, переходим теперь к методу, который позволяет нам этот спектр понять, измерить. Ну, вот я пропущу то, что рассчитано на студентов первого курса. Конечно же, открытию вот фотоэлектронной спектроскопии предшествовал целый каскад открытия электронов в вакууме, физика, физики разряда, физики фотоэффектов. Ну, вот, пожалуй, здесь следует остановиться. Фотоэффект, в котором работал Столетов, он сформулировал три закона. Первый закон, ну, такой интуитивно понятный. При фиксированной частоте света число фотоэлектронов, вырываемых из катода в единицу времени пропорциональной интенсивности света. Это ожидаемо. Второй закон, он уже контринтуитивный. Максимальная начальная скорость фотоэлектронов, которые вылетели из катода, не зависит от интенсивности падающего света, определяется только его частотой. Вот это для времени Столетова, когда еще не было квантовой физики, было непонятно. И, наконец, третий закон для каждого вещества, существует красная граница фотоэффекта, ниже которой фотоэффект невозможен. Конец 19 века, конечно, квантовой механики не было. Ну, вот, с этим много еще работал Ленард. Давайте мы сразу перейдем к тому, что объяснение фотоэффекта, оно имеет, нашлось только в квантовой физике. И сделал это Эйнштейн. Он сделал это в возрасте 26 лет. Наверное, вот фотография средняя, вот правая внизу, больше соответствует тому возрасту, чем вот этому или этому, наверное, вот 26 лет ближе к этому. Значит, что говорит квантовая теория фотоэффекта? Падающий фотон с энергией H-ню, он вышибает электроны, которые имеют кинетическую энергию, и эта кинетическая энергия отличается от энергии фотона на работу выхода. Нам это сейчас понятно, но в свое время это было революционное новое слово. Ну, дальше Роберт Миликен, он не только известен тем, что измерил заряд электрона, но он еще измерил постоянную планку с безумной точностью на то время с помощью фотоэффекта. Это то, что имеется в эмблеме физтех нарисовано, я надеюсь, что вы это наизу знаете. Ну, и тем самым была подтверждена теория Эйнштейна. И, наконец, в 1981 году эта физика дошла до практического применения, за что Кай Зигман получил Нобелевскую премию. Вот он сделал первый анализатор фотоэлектронов. Значит, его идея состояла в том, что фотоэлектроны, которые вылетели из кристалла, они сохраняют свою энергию с точностью до работы выхода и энергии связи. И, кроме того, две компоненты импульса КХ, КЮ в плоскости кристалла, они сохраняются. Они сохраняются, и поэтому их можно анализировать. Значит, мы хотим узнать спектр, то есть зависимость энергии электронов от импульса в кристалле, а в своих руках мы получаем электроны, которые летят в вакууме. Ну, понятно, чтобы их анализировать, нужно высокий вакуум, чтобы электроны не сталкивались с остаточными газами и сохраняли свою энергию. Итак, нам нужно найти зависимость энергии фотоэлектронов от импульса. Ясно, что для этого нужно сделать большой длинный путь, большую трубу вакуумированную, чтобы электроны отклонились от своего изначального направления в меру своего КХ, КЮ. Ну, не всегда удобно это делать в виде трубы длиной 2 метра в лаборатории, поэтому обычно делают это, такой анализатор в виде полусферы. И тогда часть электронов от неудачники не долетают, попадая на стенки с одной стороны или с другой стороны, но некоторые электроны доходят до детектора, и тут мы их и анализируем. Итак, вот принцип этого фотоэлектронов. Мы анализируем электроны, которые вылетели, анализируем их энергию в зависимости от угла отклонения этого пучка, и тем самым мы восстанавливаем информацию о зависимости энергии от импульса. Еще раз, вот законы сохранения говорят нам, что кинетическая энергия электронов, она отличается от энергии фотона на энергию связи и вот работу выхода, ну, а две компоненты импульса сохраняются. Ну, можно немножко еще больше умно поступить, можно наклонять плоскость кристалла по отношению к падающему фотонам, и тогда вот в конце концов восстановить и z-компоненту, не только к x, к y, но и z-компоненту. Ну, можно еще изменять энергию фотонов. В общем, здесь есть несколько ручек, которые позволяют экспериментатору восстановить спектр. Ну, то же самое, но, может быть, более красочным изображением вот здесь нарисовано. Так, ну, вот пример того, что получается. Я показывал простые параболы, p квадрат делить на 2m, но здесь эта парабола смотрит вниз, это означает, что d e квадрат по d p квадрат отрицательны, то есть это вот дырочная поверхность, дырочная поверхность. И в данном случае вот срез при постоянной энергии вот изображает анизотропию поверхности постоянной энергии. Вот по анизотропию поверхности ферми срез ее на определенном расстоянии по энергии. Контур постоянной энергии. А это ветви спектра, которые находятся глубже или выше по энергии. И вот пример того, что я уже показывал, это измеренная нам поверхность ферми для такого полметалла мышьяк 4, олова 4, мышьяк 3. Здесь есть и дырочная поверхность, есть электронная поверхность. В общем, все это любопытно. Итак, ну вот с точки зрения экспериментатора это физика сверхвысокого вакуума. Электроны должны лететь большое расстояние, чтобы не сталкиваться с остаточными газами, с молекулами остаточными в газе. Для этого там поддерживается вакуум 10-11, то необходимо довольно высокое разрешение по энергии. И можно изменять энергию фотонов. Вот типичная энергия фотонов от 20 до 40 электрон-вольт. Это в лабораторных источниках. И, наконец, есть возможность в установке селективно принимать электроны со спиной вверх или со спиной вниз с помощью моторского детектора. Тогда вы можете, изучая, например, ферромагнитный материал или полумагнитный материал, определять независимо поверхности фермы для спины вверх, спины вниз. Ну, в общем, прогресс за 50 лет фантастический. Если вот 50 или 60 лет назад измерение спектра, электронного спектра для одного металла, для одного материала, это было предметом обычной докторской диссертации, то сейчас это вот молодые люди делают, ну, в течение, может быть, получаса. Гораздо больше занимает обработка и понимание данных, чем получение первичных исходных данных. Ну, вот, чтобы такие измерения проводить, естественно, нужна очень чистая поверхность кристалла. Ее делают, приготовляют путем скола в сверхвысоком вакууме, еще и охлаждая материал где-то при температуре как минимум жидкого азота или жидкого гелия. И контролируется это, наблюдая дифракцию электронов от поверхности. Если поверхность чистая, то тогда можно пуститься в измерение. Примеры недавно сделанных нами измерений, вот здесь изображены, это такой вид дырочной части поверхности ферми, вот дырочной части спектра, а это вот энергия ферми. Ну, вот о чем нам, да, а это справа расчеты. Есть довольно хорошая похожесть между расчетами и экспериментом, ну, в чем здесь можно было бы сразу, о чем можно было бы сразу сказать, что здесь имеется огромная спектральная плотность состояния, вот на уровне минус один электрон вольт. И если бы нам удалось, лигируя этот материал, вывести эту энергию на уровень ферми, мы бы обнаружили какие-то совершенно необычные свойства. Это мог бы быть переход лившица, могла бы возникнуть сверхпроводимость какая-то мощная и так далее. Ну, сам по себе этот материал довольно такой слабый сверхпроводник с невысокой критической температурой. Вот так работает эта техника, и так она позволяет делать заключения и предсказания, и показывать путь, по которым нужно двигаться в создании материалов с заданными свойствами. Другой пример такого полуметалла тоже со сверхпроводящими свойствами. Значит, вот такие цветные картинки – это измерения, это спектральная плотность, спектральная плотность зависимости энергии от импульса. А здесь линиями изображены расчеты. Ну, расчеты делать сложно, в разных приближениях они делаются, но, тем не менее, похожесть имеется. В общем, имеется понимание, и мы можем связать каждую ветвь спектра, соответствующую орбиталью, привязанную к атомам олова или мышьяка. Наконец, я теперь хочу от просто технических картинок, от картинок красивых, перейти к какой-то, рассказать про физическую задачу, которая была совсем недавно решена, буквально вот несколько месяцев назад. Эта задача связана со следующим. Вот имеется такое замечательное соединение, так называемое 11-44, в котором чередуются слои арсенида железа, а между ними имеется то атомы рубидия, то атомы Европы. Атомы рубидии в Европе огромные, и они разделяют эти слои. Так что, если мы делаем скол, то скол, как правило, происходит по атомам рубидия. Вот это соединение замечательно тем, и оно большой интерес исследователей вызывало, тем, что в нем одновременно возникает и сверхпроводящее спаривание электронов, это сверхпроводник с температурой критической 36 Кельвин. А кроме того, в нем атомы Европе упорядочены, спины атомов Европе упорядочены, причем упорядочены нетривиальны, они закручены по спирали, так что в каждом слое происходит поворот на Пи пополам, и вот такая геликоидальная цепь антиферомагнитного порядка. И вообще это возникает очень интересный вопрос. До сих пор считалось, что феромагнетизм и сверхпроводимость это два таких антагониста, а здесь они в одном и том же соединении СО существуют. Не то, что просто атомы железа, но атомы Европе, у которых точно, я покажу данные, точно известно, что у них огромный магнитный момент. Итак, возникает вопрос о том, как же СО существует магнетизм со сверхпроводимостью. Вот для этого нам нужно обратиться снова к технике Арпис. Она дает нам поверхность ферми, на которой мы видим, что да, действительно, в центре зоны Брюлена имеются три цилиндра вложенных друг к другу. Это обычные электроны, которые пришли от железа, и они обеспечивают сверхпроводимость, возникновение сверхпроводимости вот на этой поверхности и вот на этих поверхностях. Это вот срезы при постоянной энергии КХ, КУ. Но это неплохо объясняется расчет. Вот вы видите, имеется похожесть. Вот здесь три таких бочки, срезанные и вложенные друг к другу, вот прекрасно наблюдаются и в расчетах. Кроме вот таких больших бочек, есть вот электронные поверхности. Вот от них части здесь показаны. Вот этот вот зуб – это часть такой параболы, у которой рога смотрят вверх. Значит, это плюс П квадрат делить на 2М, значит, это электроны. Как говорится, so fast all good. Дальше немедленно мы с помощью этой техники можем понять, что же происходит с электронами Европе. Для этого мы сканируем и строим зависимость энергии от импульса для состояния, которое глубоко внизу находится. Вот они. Видите, это минус 1,5 электрон вольта от поверхности фермы. Значит, сверхопроводимость, как правило, связана вот с этими состояниями, которые вблизи поверхности фермы, а здесь минус 1,5 электрон вольта. Ну вот сопоставление с расчетами теоретическими говорит нам, что это 4F состояние Европе. Они действительно далеко по энергии от электронов железа, и это вот сразу же нам дает подсказку того, что они никак не смешиваются и не участвуют в сверхопроводимости. Вот сверхопроводимость образуется здесь, а здесь по энергии 1,5 электрон вольта, здесь никак эти электроны не участвуют. Ну, я, если успею, потом расскажу, что независимо это можно увидеть, измеряя туннельные спектры, зависимость туннельного тока от напряжения, и это тоже подтверждается. Пока я перелистну и скажу, что более детально измеряя спектры фотоэмиссии с угловым разрешением, мы можем также кое-что сказать о сверхопроводимости. Вот мы сконцентрировались на дырочной поверхности, вот это на дырочном ветве спектра. Вот смотрите, это парабола, которая смотрит вниз, это дырки, вот эти три, раз-два-три бочки, которые вложены друг в друга. Теперь мы в разных местах по импульсу берем и делаем прецизионные измерения, срезы, так сказать, по энергии. Мы получаем вот такую картинку, интенсивность, как функцию, как функция энергии. При высокой температуре, ну вот она имеет какой-то такой вид, а при низкой температуре, вот зеленая линия, вы видите, происходит перераспределение спектрального веса. Электрон исчезает вот из этой части и концентрируется сюда. Но это признак сверхопроводимости. Тем, кто изучал основы сверхопроводимости, они понимают, что при сверхопроводимости возникает щель в спектре, а состояние возбужденное вот здесь имеет особенность при энергии плюс дельта и минус дельта. Так что это типичный вид сверхопроводящего состояния. Ах, раз так, тогда мы это приближаем к соответствующей теории, но фактически мы следим вот за этим местом и откладываем зависимость щели в спектре от температуры. Вот она. Оказывается, что здесь вот есть, у нас есть три бочки, на каждой из них есть сверхопроводящий конденсат, ну так упрощенно говоря. И вот для каждого конденсата есть своя щель в спектре. Конечно, электроны во всех трех конденсатах между собой прекрасно разговаривают, поэтому возникает единая термодинамическая температура. Те, кто слабее подтягиваются, те, кто посильнее опускаются немножко так, чтобы обеспечить единую термодинамическую температуру для этого целиком фазового перехода. Ну, вы понимаете, что при сверхопроводимости все электроны описываются единой волновой функцией, но в данном случае это будет многокомпонентная волновая функция, у которой будет как минимум три вот таких конденсата. А есть еще электронные части, то есть там будет побольше, чем три. Итак, мы построили зависимость сверхопроводящей щели в спектре, и мы видим, что эта зависимость очень плавно проходит через ту температуру, в которой мы ожидаем магнитного придачения. И действительно, это еще раз нам говорит о том, что нет никакой связи между электронами, которые участвуют в сверхопроводимости, и теми электронами, 4F-электронами от Европы, которые дают магнетизм. Наконец, мы можем пойти дальше. У нас есть много ручек, много возможностей. Мы можем освещать наш образец не фотонами с энергией 14 или 20 электрон вольт. Давайте посветим на них с фотонами вот такими уже, которые пожестче. Ультрафиолет, почти на границе с рентгеном. Тогда у нас есть шанс попробовать состояние внутренних электронов. И это мы видим, подогнав энергию фотонов под резонансное состояние для перехода вот Европе 4D на 4F. Вот соответствующие резонансные кривые. На них виден мультиплеты, видны. Это нам сразу же говорит о том, что вообще-то спин у Европы большой. И здесь будет много разных состояний. Но это можно сопоставить с вычислениями. И отсюда немедленно следует, что мы видим эффекты, связанные с состоянием Европы 2+. Ну а то, что от Европы 3+, уходит глубоко по энергии вниз, и мы с такими фотонами до этого не достаем. Итак, мы видим еще раз, что все события, связанные с магнетизмом, происходят на глубине примерно минус полтора вольта, и это никак не может связываться со сверхпроводимостью. Это физика уже больших энергий. Но мы идем дальше и применяем еще интересную технику. Она называется рентгеновский магнитный циркулярный дихроизм. Значит, мы освещаем наш образец циркулярно поляризованным светом и смотрим поглощение. Смотрим поглощение рентгеновских лучей мягкого рентгена. И вот видим, что поглощение есть, и можем посмотреть на разницу поглощения циркулярно закрученного по часовой стрелке или против часовой стрелке. Из таких измерений мы прямо определяем магнитный момент Европе и видим, что он действительно 7 магнитонов бора в очень хорошем соответствии с теоретическими расчетами, а магнитный момент железа всего лишь 0,03 магнитона бора, то есть железо практически во всех этих магнитных любопытных упоряточениях не принимает участие. Электроны железа обеспечивают только возникновение сверхпроводимости и никак не связаны с магнетизмом. Так, теперь я хочу перейти, немножко перенеснуть канву рассказа и перейти, чуть-чуть усложнить материалы. До сих пор я рассказывал про самые обычные материалы. Ну, это были металлы, изоляторы, полупроводники. Ну, вот сверхпроводники появились, которые возникают при охлаждении из металлов. Давайте теперь поговорим про более интересные материалы. Это уже новые материалы. Топологически нетривиальные материалы возникли в начале этого столетия. Вначале они возникли теоретически, потом физики открыли, и сейчас имеется огромное количество таких материалов. Я расскажу только кратко, о чем идет речь. Давайте посмотрим на простой изолятор. Я уже показывал зонный спектр простого изолятора, луневая зона, валентная зона проводимости и между ними щель. И до сих пор пока ничего интересного. Вот в топологическом изоляторе на поверхности возникают особые состояния, в которых электроны бездиссипативно распространяются. Значит, представьте себе, в объеме изолятор, а на поверхности электроны распространяются свободно. Они не могут рассеиваться, потому что у них спин, направление спина жестко привязано к направлению импульса и к направлению скорости. Ну, действительно, для того, чтобы рассеяться, им нужно изменить направление скорости, а при этом спин должен измениться. Но спину не на чем измениться, потому что магнитных примесей нет. И так сохраняются вот такие топологически защищенные состояния. И они здесь прекрасно видны в спектрах арпис. Они видны как линейные зависимости энергии от импульса. Видите, это теперь не параболы. Внутри щели возникает линейная зависимость, такая же, как у графена. Но теперь этих точек много. У графена одна, а здесь этих точек много. И вот по ним электроны бездиссипативно распространяются. Можно измерять эти спектры, делая срезы при разной энергии. Вот это мы видим здесь примеры измерений при разных уровнях энергии. Вот здесь мы попали просто в щель объема или выше. Сюда в топологически нетривиальное состояние, а вот здесь самое интересное. Ну вот эти топологические нетривиальные материалы уже представляют нам совершенно новую физику, которая стоит уже того, чтобы посвятить ей многие годы изучения. Настолько она интересна. Здесь возникает вопрос о том, что появляются новые классы симметрии, включающие топологию. Возникает вопрос о симметрии при инверсии времени, симметрии с инверсией пространства. Возникает киральное состояние, то есть закрученное, про которое я уже говорил. Ну, наконец, эта физика связана фактически с магнитным монополем и с новыми квазичастицами. Вот теоретически были предсказаны 30-е годы прошлого столетия Фермиона Майорана, которые допускаются в теории элементарных частиц. Но физика элементарных частиц безуспешно пыталась их найти при высоких энергиях и не нашла. А вот в твердом теле они находятся и регистрируются в экспериментах. Они регистрируются на поверхности таких материалов, если здесь еще приложить магнитное поле, создать квант потока и посмотреть связное состояние, которое внутри кванта магнитного потока там находится. Там живут Фермионы Майорана, они живут по половинке, как половинка от электрона. Ну и эти квазичастицы рассматриваются как прямо богом созданные частицы для того, чтобы делать спинтронику, квантовые вычисления и так далее, и так далее. В общем, я здесь дальше не буду фантазировать. Про топологию я вот здесь приведу пример того, что топология, начиная вот с начала этого столетия, стала очень важным элементом симметрии. Что такое топология? Вот вам здесь эта картинка поясняет. Есть топологические отличные вот такое состояние и такое, которое топологический эквивалент, например, кружки. Вы можете его деформировать в кружку, не изменяя топологию, но это вот вы из этого кружку не сделаете или бублик. Итак, ну то, что я рассказал, это просто огромное авеню для дальнейших исследований. Здесь больше вопросов, чем ответов и для экспериментаторов, и для теоретиков. Но позвольте мне сейчас уже быстро перейти к последней части и рассказать про локальную технику измерения спектра электронов. До сих пор я говорил про интегральную, где мы освещали несколько квадратных микрон или сотен квадратных микрон поверхности мощным ультрафиолетом и смотрели фотоэлектроны. А сейчас мы будем говорить про локальные измерения на площади, ну меньше одной элементарной ячейки. Значит, нам надо вспомнить, что существует такой туннельный эффект. Если вот у вас здесь, для тех, кто не знает квантовую механику, давайте я такую картинку покажу, вот есть потенциальная яма, барьер, в котором сидит лев, и непроницаемый барьер, который защищает классического наблюдателя надежно от льва. А вот в квантовой физике имеется вероятность туннелирования через этот барьер, и наблюдателю не так безопасно там находиться. Конечно, более серьезно, если говорить, то для волны имеется вероятность туннелирования через барьер, и важно то, что эта вероятность экспоненциально спадает с расстояния. Так что вот тот лев нарисованный, его надо было бы уменьшить здесь во много-много раз, фактически амплитуду волны, чтобы привести это как-то в соответствие. Вот важно, что протуннелировавшая волна по амплитуде затухает экспоненциально, очень сильно. В 81-й год был богат на Нобелевские открытия. Видите, вот два замечательных джентльмена, Бенек и Рюрер, они получили Нобелевскую премию 86-го года. По-моему, я эту фотографию, ну, не помню, я где эту фотографию. Так. Этот эффект состоит в следующем. Значит, туннельный микроскоп работает и в МФТИ, работает и у нас. Но принцип работы, его поясняется на этой картинке. Игла, тонкая игла подносится к поверхности образца, и положение иглы управляется пьезосканером, пьезодвижителем, так что она может перемещаться по вертикали, а также пьезосканер может деформироваться по горизонтали и перемещать по XY. Ну, а прикладывается напряжение между образцом и иглой, и регистрируется ток, который здесь течет. Поскольку здесь, вот в этом эффекте, это же барьер, вакуумный, то туннелирование экспоненциально мало, поэтому вот при таких зазорах затухание на 4 порядка и, в общем, измеряемые токи – это фентоампер. А так все очень просто. Усилитель тока – обычная электроника. Значит, существует несколько режимов работы, из которых один самый простой – мы фиксируем ток. Если фиксируется ток, сдается электроникой постоянный ток – это значит, что расстояние, которое экспоненциально связано с током, расстояние будет постоянно поддерживаться постоянным, если мы эту иглу будем сканировать вдоль поверхности образца. Мы получили просто обычный микроскоп, но только с высоким разрешением, профилометр, так сказать. Вот примеры изображения поверхности кремния с атомным разрешением. И пока это не самое интересное. Вот примеры изображения высокоориентированного графита, тоже с хорошим атомным разрешением. Это режим, который самый простой, но не самый интересный. И давайте поговорим про другой режим. Этот режим связан будет с измерением туннельного тока. Для этого надо вспомнить, что и игла, и образец, который мы изучаем, являются металлами. В них есть какой-то спектр электронов в зависимости от энергии от импульса. И надо вспомнить, что такое плотность состояния. Это количество состояний при энергии некоторой вот в этой полоске дельта Е, деленной на ширину дельта Е. Значит, если мы берем, например, двузонный металл, вот у нас такая плотность состояния. И нам нужно устроить туннелирование из одного металла, из образца в зонд, который тоже металл, через барьер, через вакуум. Ток туннельный нетрудно записать. Это интеграл от плотности состояния, разность энергии. И если мы вспомним про функцию распределения, производная от этой функции нам даст дельта функцию. И тогда оказывается, что мы просто измеряя ток при заданном напряжении смещения, мы просто измеряем плотность состояния в образце как функции от энергии. Очень простая интерпретация данных. И вот здесь показаны примеры, которые уже далеко нетривиальны. Здесь показана зависимость туннельного тока, то есть плотности состояния, от энергии для топологического изолятора. И это просканировано по некоторой площади по поверхности образца. Каждая линия была, вот каждая из этих отдельных линий была снята по строке. И мы видим, здесь есть некоторые повторяющиеся особенности, и они связаны, конечно, со спектром электронов. Вот это вот, скорее всего, потолок валентной зоны, это дно зоны проводимости. Ну и отсюда можно много чего интересного увидеть. Можно сделать свертку вот такой, такого спектрального, такого туннельного тока, измеренного по плоскости, можно сделать фурье преобразование и уверить интерференцию электронных волн, уверить анизотерапию стоячих электронных волн и тоже узнать много чего о спектре. Можно узнать точно так же и о том, что происходит со сверхпроводником. Вот здесь еще раз нарисован спектр сверхпроводника, в котором также, как в изоляторе, имеется щель по энергии, но теперь в этой щели располагаются, в центре щели располагаются куперовские пары, это спаренные электроны, а вот особое увеличенное плотное состояние, вот она для квазичастиц, которые возникают при разрушении пар, и вот они могут находиться здесь и здесь. Ну так вот устроен спектр сверхпроводника, который с помощью этой техники прекрасно изучается. Здесь показан спектр, измеренный для такого сверхпроводника аниобии Силен-2. В нем имеется, видите, щель и имеются вот такие особенности плотности состояния по краям. Но эта щель вот понятно дает нам, связанная с характеристическим спектром. А это анизотропия, это фурье преобразование, но фактически это стоячие электронные волны, как они распространяются на поверхности в разных направлениях. Ну вот, я, пожалуй, кончил. Я занял 45 минут вашего времени. Я рассказал о двух мощных методах изучения спектра электронов. Один из них был на поверхности интегральная с помощью фотоэмиссии электронов с угловым разрешением, а другой локально с помощью сканирующей туннельной микроскопии вот с таким субатомным разрешением. Ну, с помощью этих методов обнаружены, изучаются новые квантовые материалы и много чего другого. И это основа для будущей спинтроники, квантовых отчислений. Ну, а кроме того, основа для замечательной, интересной научной работы, куда мы приглашаем студентов. Спасибо за внимание. Владимир Моисеевич, спасибо большое за очень интересное сообщение. Просто вот основы физики, которые мы преподаем студентам, они тут ну, как бы даже подвергаются неким там пересмотрам ревизии. Спасибо. Кто хотел бы задать вопросы докладчику? Прошу. Да, можно? Да, да, пожалуйста. Да, большое спасибо за интересный доклад. Вот у меня вопрос по первой части. Чем ограничены размеры сверху, точнее, снизу ограничены размеры структуры, точнее, объекты, зонную структуру, которого я могу исследовать? Сейчас очень модно работать с маленькими кусочками отщепленного графена. Они ограничены просто интенсивностью, ну, нам нужно набрать количество фотоэлектронов, поэтому нужно, ну, несколько десятков квадратных микрон, чтобы это сделать. Если это делается на синхротроне, это более интенсивный свет и можно меньше площадь. Фокусировка, если мы уменьшаем диаметр пучка, фото пучка, ну, мы можем уменьшить это, по-моему, до 10 микрон или до 2 микрон, мы теряем в интенсивности света и надо дольше накапливать, но вот это где-то на границе уже. Вот вы на своей установке можете померить зонную структуру повернутого графена двухслойного, там, magic angle, вот это все? Или все-таки не хватает чувствительности? Площадь какая? Площадь. Площадь образца важна. Ну, они обычно там максимум 10 на 10 микрон, но это, по-моему, уже такие довольно рекордные. 10 на 10, наверное, можно, надо только его поймать, надо сьюстировать, поймать. Наверное, да, да, наверное, это можно. Я думаю, что такие эксперименты делались вообще-то. Мне кажется, такие эксперименты делались, но мы не пробовали. Да, и еще такой общеобразовательный вопрос. Вот энергия фотона, она из каких соображений, она чем определяется? Из каких соображений? Или это то, что диктует нам производитель? Нет, нет, конечно. Есть, смотрите, есть, конечно, красные границы фотоэффекта. Теперь, если мы берем фотоны все более жесткие, то мы получаем возможность изучать уровни глубоко лежащие, но теряем в разрешении, в разрешении вблизи поверхности фермы. Если мы уменьшаем энергию фотонов, мы более тонкие эффекты вблизи поверхности фермы можем изучать. Ну, фактически не такой большой выбор. Если мы не пользуемся синхротроном, то есть мощный источник и сравнительно дешевый. Это гелевая лампа с накачкой СВЧ, то, которое у нас используется. Следующая ступень – это уже лазеры. Ну, лазер с такой интенсивностью, ну, это, наверное, 200 тысяч баксов. Пока у нас нет еще такого. Но техника эта развивается и дешевее. Пока у нас просто две линии гелевой лампы. Вот то, что в нашем распоряжении лаборатории. Спасибо большое. Еще вопросы, коллеги. Добрый вечер. Меня зовут Сташков Владимир Юрьевич, преподаватель кафедры общей физики. Владимир Моисеевич, вопрос касается не совсем физики вашего доклада, но скорее техники. Подскажите, пожалуйста, можно ли при помощи сканирующего туннельного микроскопа исследовать пространственную структуру поверхности полимера с короткими цепями? Ну, надо, чтобы полимер был проводящий, во-первых. Так. Проводящий. Я думаю, что да, почему бы нет. Именно пространство. Надо, чтобы он не разрушался в вакууме и чтобы он был проводящий. Владимир Юрьевич, а атомно-силовая микроскопия, которая вроде не предполагает проводящей подложки, наверное, могла бы быть использована? Я понял. Это еще проще техника. Это еще проще техника. Она не дает изучение спектра, но просто поверхность... Топология, да? Топология поверхности, да. Топология поверхности, она проще. Я понял. Спасибо большое. Но при помощи граммофона пробовали и ничего хорошего не получилось. Граммофона, да. Ну, атомно-силовой микроскоп – это же и есть граммофон, по сути. Правильно? А почему не получилось? Георгий Иванович, с чем была проблема на четвертом этаже? С мембраной, с исследованием мембраны на атомно-силовом микроскопе. Коллеги, у меня такое ощущение, что тема нашего семинара плавно подменяется какой-то другой темой. Может быть, фуара вынести, да? Спасибо большое, Владимир Моисеевич. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, то, Владимир Моисеевич, огромное спасибо за очень содержательный и очень доступно изложенный доклад. Вот я получил огромное удовольствие. Спасибо вам. Спасибо вам за приглашение. Всегда рады. Родной фестер. Да. Всего доброго. Давайте и дальше работать. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.